Если у кого-то из власть имущих не работает голова, то, как правило, ответ несет его Опа! Здравствуйте! Поговорим на такую тему. Цены растут, а что дальше? После прямой линии с Владимиром Путиным поистине мемом в народе стала разница в ценах по стране на морковь и бананы. А что же у нас в Башкортостане? Сколько стоит этот популярный в домашнем меню овощ? Радостного, увы, мало. По информации Башстата, цена на морковь с конца прошлого года выросла аж в 4 раза. Нынче ее продают в пределах 100 рублей за кило. Между тем, Башкирская Зауралья, в частности Баймакский район, в первый месяц лета подвергся небывалому нашествию саранчи. Местные аграрии прогнозируют, что все это скажется на урожае зерновых. Нет разнотравий для скота, что может губительно сказаться на его поголовье. А башкирский министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов с конца минувшего года был в первую очередь озабочен увеличением закупки техники через Росагролизинг на большие миллиарды рублей. Да темпами цифровизации республиканского аграрного сектора. Так и сказал однажды, без цифры экономическая эффективность АПК сегодня невозможна. Понятно, что и закупка новой сельхозтехники и другие технологические новшества – манипулирование большими бюджетами. Другими словами, выгодно и тому, кто тратит нашу государственную казну. Может, надо быть ближе в первую очередь к земле, позаботиться, к примеру, заранее о борьбе с теми же грызунами, шелкопрядом, саранчой или закрыть навсегда проблему массового мора башкирской пчелы из-за обработки рапсовых полей химикатами. И это еще не все беды. Помимо резко подорожавшей моркови и других продуктов, ощутимый удар по семейному кошельку ждет нас после получения июльских квитанций за услуги ЖКХ. И в заключение, можно было бы смириться с дорогой морковью, будь она неладна ценами на газ, электроэнергию, водоснабжение. Тарифы растут не только у нас в республике в конце-то концов. Мы часто равняемся на Москву по многим параметрам жизни. Так давайте тогда и по доходам населения будем равняться. Пусть подрастут пенсии, зарплаты бюджетников, социальные выплаты малоимущим и многодетным. Но нет же, всем этим башкирские власти пока не спешат радовать народ. Потому-то при каждом опросе населения в муниципалитетах республики, проводимом Уральским центром мониторинга и аналитики, нередко сталкиваемся с горечью и озлоблением людей. А между тем в кухонной кастрюле простого человека, где в кипятке варится редкая, но очень уж дорогая морковь, недешевое мясо, доголовка репчатого лука, пар накапливается и накапливается. Когда все это содержимое закипит, не обжечься бы нам всем. Надолго не прощаюсь. С вами была Ильяна Саитова. Продолжение следует...